Давайте с вами мы запишем, потом в днём поснимаем. Хорошо? Это вопрос, я не могу сказать. Давайте вот на фоне ребят мы. Да. Скажите, вот за эти дни противостояния, сколько у вас уже пострадало? У нас пострадало 40 человек. Это бы на службе внутренних войск получили черепно-мазовые травмы. Получили ожоги первой-второй степени лица. Демонстрация, это много людей, которые пришли искренне, мирные люди. Но они не понимают, что за спинами сотни молодчиков, которые вооружены до зубов. Представляете, у людей не просто камни в руках, заточки. Такие разные предметы, которые наносят вечи. А может даже и смертельно могут ранить человека, убить. Бутылки зажигательной силиции. Их сотни бутылок. И вчера эти люди, они за спинами этих мельтингующих, начали откидывать, закидывать и подразделения внутренних войск, личные составы, и спецподразделения Берки. У людей, люди просто, хорошо, что есть у нас группы, которые тушат пожар. Но когда одежда горит, это одно. А когда сразу лицо, там уже доли секунды. У нас очень много постраждалось. Поэтому постраждалось. Поэтому здесь, когда говорят, что это мирная акция, с ними ничего нет общего. За спинами людей прячутся эти молодчики. Они хорошо обучены. Это не просто спонтанные люди пришли. Это люди, которые пришли подготовку. Каких лагерях нам пока непонятно. Это сотни людей, четко знающие свое дело, свой порядок и очень организованных. В какой стране мира, чтобы на полицейского полетела бутылка зажателем смесью? Что было бы в любой стране мира, как бы люди типа закон отвечали? Сегодня весь день, благодаря и тем, и тем будущим, благодаря священникам, целый день было спокойствие, тихо, люди общались. Мы им говорили, мы с ними обнимались. Это хорошие, простые, добрые люди. Но только стало темнеть, и уже везде, везде группки, группки, группки. И вот сейчас пытаются, были уже первые провокации. Мы попросили через громкую связь, попросили митингующим, чтобы они отреагировали очень жестко на тех провокаторов, которые за их спинами. И женщин попросили удалиться с площади. Пришлое женщин. Спасибо митингующим. Они сразу отреагировали. Священники туда пошли, в этот угол. В ход в стадион «Динамо». И они этих молодчиков отогнали сами. И вот, слава богу, мы уже стоим сколько, наверное, часа три после этого. Ну, нет, нет, где-то пролетит. Какая-то петарда, какая-то бутылка. Но более-менее спокойно. Мы надеемся, потому что если будет угрожать здоровью, жизни, видите, угроза несет, идет, военнослужащие внутренних войск, сотруднику Берката, значит, мы имеем право защищаться активно, согласно закону Украины, если средства, где мы можем применить. По отношению, это уже, это уже преступники. К ним мы можем применить. А вы готовы применять огнестрельное оружие? Говорят, подписаны. Это даже вообще, это даже не обговаривается, это абсурдно. И вопросы ваши, они даже... Не просто много в интернете о том, что... К сожалению, большому сожалению, средства массовой... Я раз понял. К большому сожалению, средства массовой информации очень заанкажеванно высвечивают события, которые происходят в городе Киеве. И внутренние войска, и сотрудников органов внутренних дел, они в глазах людей делают такими монстрами. Доходят до абсурда. Ты чуть ли за Ко, не бойся. Бойся этого вискового. Это же абсурд. Мы стоим, у нас одна цель, одна задача. Согласно закону Украины о внутренних войсках, личный состав внутренних войск, сотрудники Бергу-то стоят. На спраже порядки, законности и охраняем государственные объекты. Все. Если не будет провокаций, пожалуйста, проводите мирные акции у сотрудников внутренних дел. Боец внутренних войск, он не должен быть объектом нападения. За это должна быть уже криминальная ответственность. Я полковник Руденко, Евгений Дмитриевич. На должность. Все. Спасибо. 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 Если, ребята, вы правду будете показывать, по крайней мере, много разный идет, вот такой, знаете... просто, как бы, вы не могли несколько дней, вот я вчера поговорил, но вы хотите, чтобы... Не страшно, ребята? Это наша работа. Это наша работа. Это было журналистов, телефончиков. Здесь спокойно. Здесь спокойно, ребята.